Ом Ти Ви Юэй про головне. Кровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев. Наступление на Харьков провалилось. Да неужели? Влиятельный британский еженедельник The Economist начал признавать очевидность провала с войны, вследствие чего рашисты почти истощили советские запасы вооружений. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. По меньшей мере, почти 4,5 тысячи российских офицеров были ликвидированы в Украине, начиная с 24 февраля 2022 года. Плюс 33 с момента последнего обновления. Каждое имя подтверждено российским источником через похоронные извещения, некрологи, могилы, новостные платформы, памятники и мемориальные доски. Смешно. Мы своих детей спрячем под непробиваемым куполом, а вы своих детей посылайте на смерть. Совфет утвердил закон об отсрочке для сотрудников прокуратуры и следкома Совет Федерации, одобрил поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Документ дает право от срочки от призыва на военную службу гражданам, поступившим на службу в прокуратуру и в следственные органы непосредственно по окончании вузов. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. После покушения на Дональда Трампа безопасность Путина была усилена. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, хотя, казалось бы, куда сильнее. Все помнят легенду о чемоданчике с интересным содержимым, который за Путиным носит специальный ФСОшник. Однако миф недалеко ушел от реальности. Вы что, не знаете об этом, что ли? Нет Путина, нет России сегодня. Видимо, именно этой логикой руководствуются сотрудники ФСО и других ведомств, организуя охрану Путина. Пока Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам, резиденции Путина обрастают новыми установками ПВО. Так, на Валдае появился свеженький «Панцирь-С-1», обнаружила «Радио Свобода». «Панцири» также установлены в его резиденции в Сочи и в Новоогарево. Даже под такой защитой Путин не чувствует себя в безопасности в собственных дворцах. Вот что рассказал центру досье бывший сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов. Когда вот он в Сочи, он остается в Сочи, но делается все, что как будто он улетает из Сочи. Я думаю, что это попытка именно запутать, во-первых, разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений. А для пущей конспирации ему еще и одинаковые кабинеты отстроили в разных резиденциях, чтобы никто не догадался. По стране Путин ездит на личном поезде. Самолет можно отследить с помощью ряда сервисов, а железная дорога гарантирует тайну передвижений. Бронированные вагоны, спецсвязь – все, как и положено гаранту существования России. Странно, что на крыше нет установок ПВО. Создавая образ дельного человека, Путин при этом не забывает и о красе ногтей. Одно из недавних пополнений спецсостава – спортивно-оздоровительный вагон. За казенным названием скрываются спортзал, кабинет косметолога и хамам. ФСО окажется главное для Путина ведомство. Настолько, что его сотрудники перепроверяют работу других служб. С нами в командировке ездят инженеры и пожарные, которые изучают всю соответствующую техническую документацию и проверяют все объекты на соответствие инженерным, техническим и противопожарным нормам. Ну и как и настоящего параноидального царя, Путина сопровождают дегустаторы, которые пробуют его еду. Вдруг отравлено, а пьет он всегда из собственной термокружки. То, что происходит после еды, Путин тоже совершает в условиях повышенной безопасности. Об этом рассказала актриса Джулия Луи Дрейфус. В 2018 году она оказалась в Венском музее истории искусств сразу после визита Путина, о чем потом с изумлением рассказывала на американском телевидении. Нам рассказали, что Владимир Путин путешествует с собственным туалетом, который им пришлось установить за пределами музея. Это его личный портативный горшок, который он использует и в самолетах. Как будто нам может быть интересно его дерьмо. Ради Путина из музея тогда убрали даже живые цветы. Возможно, это были защитные меры от боевых пчел. Главное же, от чего Путин защищается, это информация. Он не пользуется мобильным. То есть я вот за все свои годы службы, я его с мобильным не видел. Он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. То есть вся информация, которую он получает, только от людей, которые непосредственно близки. То есть он своего рода именно живет в этом информационном вакууме. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому... 666 тысяч россиян покинули страну после начала полномасштабной войны против Украины. Такие данные приводятся в исследование издания «Зебел». Поскольку официальные органы в России не раскрывают статистику по уехавшим, за дело взялись журналисты. Они обратились в миграционные и статистические органы почти 70 стран мира, чтобы получить необходимые данные. Данные предоставили не все инстанции, но итоги подвести удалось. Оказалось, что больше всего россиян уехало в Армению, Казахстан и Грузию, пользуясь безвизовым режимом. Также среди популярных направлений — Израиль и США. В Европе же российские эмигранты чаще всего выбирали Германию, Испанию, Нидерланды и Сербию. Некоторые уезжали также в Турцию. Однако, как отмечают журналисты «Зебел», из этой страны начался отток россиян из-за проблем с продлением вида нажительства и дорожающей жизнью. Особняком стоит Израиль. Не все, кто репатриировался туда из России и получил гражданство, остались в стране, особенно после нападения на Израиль боевиков Хамас. Авторы исследования называют эту волну эмиграции самой массовой за последние 20 лет. По мнению опрошенных изданием экспертов, ее можно назвать утечкой мозгов, а кадровый голод в России будет лишь нарастать. Кроме того, отъезд молодых россиян негативно повлияет на демографию. Демограф Салават Абалкалилов, которого опросило издание, называет грядущий ущерб колоссальным. По его словам, даже если эмиграция из России снизится к 2100 году, численность жителей страны упадет более чем на 20 миллионов. Ну чушь какая-то. Ну а к тому же присоединяются гости нашей программы, социолог, научный сотрудник Тель-Авивского университета Ника Костенко. Продолжим обсуждать эту тему. Можно ли каким-то образом спрогнозировать, что дальше будет происходить с этой пятой волной российской эмиграции, что будет происходить с самими эмигрантами? Это будет какая-то настоящая Россия, которая окажется за границей и в какой-то момент сможет вернуться, как об этом говорят некоторые эмигрантские сообщества, или произойдут какие-то другие сценарии? Ну смотрите, это очень зависит от того, что будет происходить в России. Во-первых, если сейчас начнется вторая волна мобилизации осенью, как об этом некоторые люди говорят, и не будут закрыты границы, то уедет еще какое-то количество людей. Может быть, не такое уже большое, потому что этот поток, те, кто мог уехать, в общем, большей частью уже уехали. Мы должны понимать, что уехать могут не все. По нашим исследованиям мы видим, что уезжают довольно молодые люди, средний возраст уехавших 32 года. Это люди, как правило, с высшим образованием, и это люди, часто имеющие хотя бы некоторые финансовые возможности на первое время. И, кроме того, это люди из крупных городов. Почти 90% этих людей – это люди из крупных городов. Понятно, что это в каком-то смысле более привилегированные россияне, у которых была такая возможность. Соответственно, люди, которые будут сталкиваться с этой проблемой дальше, с одной стороны, у них уже есть некоторая возможность упереться на диаспору за рубежом, то есть у них есть друзья в разных странах, к которым они могут приехать, которые могут помочь первое время. С другой стороны, если они не уехали раньше, возможно, есть очень веские причины, которые их держат. Тоже у людей, вообще-то, есть чувство долга у многих и чувство того, что если они не останутся, в России будет намного. Те люди, которые уехали, которые находятся в разных странах за границей, они объединяются в комьюнити, пытаются что-то делать. Насколько время играет в каком-то смысле против их возвращения в Россию? Я наблюдаю за своими знакомыми, которые уехали из России в разные страны после начала полномасштабной войны или после объявления так называемой частичной мобилизации. И вначале как будто было ощущение, что они хотят переждать и как можно быстрее первым рейсом вернуться обратно. Сейчас они, кажется, начинают учить языки тех стран, куда перебрались, отдавать детей в местные школы, а не продолжать онлайн обучение. И ведут себя, кажется, уже немного иначе. Да, конечно. Каждый месяц, который люди проводят за границей, играет не в пользу того, что они вернутся первым рейсом. Во-первых, идея первого рейса была актуальна на первые несколько месяцев, когда казалось, что это же не может долго продолжаться. Сейчас все закончится, каким-то образом нормализуется, и мы вернемся. Но прошло уже очень много времени, прошло два с лишним года. И довольно понятно, что ничего завтра не кончится. Кроме того, если оно кончится завтра каким-то образом, возникнет перемирие или мирное соглашение или что угодно, то совершенно непонятно, что дальше будет в России. Потому что люди, на самом деле, уехали не только из-за самой войны, из-за невозможности жить в воюющей стране, они еще уехали в многих политической ситуации внутри России. И изменится ли эта ситуация совершенно не факт. Может быть, она станет, наоборот, более репрессивной и более тяжелой. И в таком случае не очень понятно, зачем возвращаться. Тем более, как вы верно заметили, у людей в 32-35 лет, это примерно тот возраст, о котором мы говорим, у многих есть дети. Что это значит? Это значит, что дети ходят в садики, в школы. Это значит, что у них есть уже язык, который они приобрели за этот год или два. И у них, ну, они все дальше от российской системы образования. То есть вернуться в нее будет уже не так просто. И многие родители не очень хотят, потому что в российской системе образования есть разговоры о важном. Такая информация, это то, что многие... Американцы рисуют очень интересно эту Третью мировую. Вот Сипри там посчитала количество боеголовок, завысив у нас и немножко занизив у американцев. У них там все хорошо получается. Они говорят, 56% наших боеголовок будут сбиты. Дай бог, мы этого не узнаем. Дай бог, чтобы этого не произошло. Ну, вот просто практические шаги. Нас атакует F-16. F-16 уликатает в Румынию или Польшу. Мы атакуем этот F-16 в Румынии или Польше. НАТО, естественно, собирается на чрезвычайное заседание. Да. И думает, применять ли пятую статью или не применять. Да, так точно. Они должны собрать это совещание, и только США имеют право, как говорится, дать ход этой пятой статье. Но США... Ну, вот следующий шаг можно предположить? Следующий шаг, Америка должна чем-то ответить.